в россии как вариант как другой вариант за независимая держава разные варианты хочешь я тебе покажу настоящую россию покажи секундочку на даче что ли или где нет центр страницы это центр самый центр страницы ты просто посмотришь надо ли тебе но и ты мне если можно покажешь окошечка свой центр своей здоровья глиняная в дочь она размывает а освещение как видишь нет вообще и ты считаешь что русский мир это лучше чем у вас можно показать него кошечка ваш где вы живете нельзя я аж не с телефона я с компьютера а с компьютера у нас получше у нас город большой освещение есть есть россию это как вариант я хочу что поделились не от украины но мы не пользую россии понимает нет я бы хочешь доказывать что не в пользу россии допустим тогда пользу независимого нового государства тоже вариант да и если вы хотите то там между собой вы решаете я указал это то есть я надеюсь у вас там государство оно примет ваше мнение всегда ну молодец молодец ну хорошо ладно удачи вам чисто не было над головой успехов советского союза ну с какого города ира ира понял ну окей значит живете где-то уже больше 37 около 30 лет или чуть больше да да не было бы не случайно в лондоне мне у вас нравится уникальная система это самая сабвея но андеграут по вашему то есть зоны зонный тариф но зависит не от расстояния от удаления от центра да да то есть я вот по этой синей линии ехать который от хитру если в другой конец ну на момент пятнадцатого года стоил всего один один фунт а если в два раза короче в центр 44 фунта это тоже мне кажется осталось я как с метро не езжу так что не интересуюсь ясно ясно ну хорошо ладно есть бы не появились таких вопрос а вы в канале в каком городе торонто торонто ясно и как там у вас сейчас обстановка политобстановка получу чем я дома в европе ничего более-менее да а у нас тоже получше чем в германии но тоже не к лучшему а хуже мук и карлица и вот вот меня интересует тогда такой вопрос может вы знаете вот раньше во всех законах было хима и стена и величество а сейчас у вас король и у нас вот же да получается формально а у нас почему-то смотрю в законах осталось хима исти у вас тоже оставили и не меняют на хизма если или хима исти такой же так как написано так она не будет ничем менять ну если честно не знаю не интересовался понятно не могу не как говорится сказать не могу не придумываю спасибо за беседу и вопросов если хотите недолго музыка играла недолго пока я танцевал еще раз я плохо послышал а откуда вы приехали в хесельки не я сам из сумской сумской области при этом не понял сейчас находитесь фенляндии да а це вас программа показать это программа показать все в фенляндии или показать прапор а правильно я з украины я приехал сюда ну как вы сказали сумскую область ну туда поближе до полтава ахтырка это поближе к харькову даже на границе да а вы откуда я из харькова скажем захотели соседи да да вы давно в канаде 17 лет а то я не я приехал я тоже не раз сюда приезжаю ну так приезжаю на месяц на два а в рулетке то о чем беседуете если честно так по украине просто побачите воинів украинских поблагодарить за службу по украине особо ничего а так как вихожу дальше там свои вопросы а там какие вопросы то с кем отчет нема нема якось целенаправленного методички нету я понял ладно всех благ успехов поступает решительный момент повестки то всех на руках ну что ж проанализируем обстановку it's not fine where you from what do you think about war where you from i'm from ukraine what city i'm from черновцы is correct черниси yes yes maybe you what do you think about war i have a russian speaking channel maybe more convenient for you to speak russian or ukramova you may speak doesn't matter говори по-русски или на моле well i can speak ukrainian but you're russian okay nice nice and english is like international language so i speak english yeah you're always understandable for me okay говори по-украински вопрос i'm speaking english with you because you're russian oh i i i may speak english but for for my subscribers more convenient if i speak russian because a lot of my subscribers don't know english until you let me talk about ukrainian I speak I'm speaking with ukraine There are questions you speak for the wine? no... I may for the war But my war is not my theme You have a youtube channel, so? So I speak for history I speak for the road for the railway for the science For the science For the truth So, what do you know of our ukrainian vlogger Vox Veritatis? знаю историк преподает в птву каком-то или в коридже с белой церкви знаю знаю но и что про него хочу сказать и к воздумка строго до него ничего на фоне на фоне иных украинских блогеров более менее он соображает в истории тоже однобоко то что он ну истории трудно все знать это же такая совокупность фактов непонятно нужно закопает но так подготовка у нее есть профессиональных более менее но такой он от меня сливается он боится разговаривать с теми кто грамотно он ищет без грамотных и на фоне них он хорошо смотрится на фоне безграмотных есть не знаю справа до всего у вас гарный микрофон свититься жовто-плакитным кольором меняется вот сейчас жовто-плакитно сейчас будет другой хорошо давай все всех благ спасибо тебе за беседу на нашу в белграде есть два района с укромовным названием знаешь какие у меня это читает и не надо скажите один район называется крейда это укромовное слово как а парус по русски как переводится могу сказать крейда в белграде но узнаем но там и по риске не хожу по тем местам я богдан охменицкой обычно хожу и все они любители когда тебя ходьбы не на все ходьбы может на машине ездишь не а мне машина нету крейда считается довольно крупной для белгорода сортировочной станции раньше считалось когда поезда ходили на волчанском надо на донбасс грузовые когда сообщение было довольно крупная это аналог в москве аналог первого или в харькове аналог основы был ну хорошо ладно а тогда вообще приехал в белгород или родился я родился но там живу немножко чуть-чуть но я понял что я понял что ты в белгороде на богданке живешь на богданка большая где живешь в районе стадиона или может черевушка но если он находит там недалеко и там гуляю практически себе еще одну как ну как бы я не любитель ты знаешь что пел белгород первый город в россии которые в 2004 году полностью осуществил декоммунизацию единственный город даже в москве в 90-х была декоммунизация на 80 процентов на 85 а в белгороде полностью убрали все название улиц коммунистическими вождями вот сейчас улица допустим белгородского полка как она раньше называлась вокзальная следующая улица белгородского полка знаешь об этом параллельно не знал не знал даже об этом ты слышал такую улицу в улице белгородского нет я не слышал я вас пиво раз слышал не знал об этом да ладно ладно давай успехов тебе заходи заходи на мой канал недолго музыка играла недолго пока я танцевал интересный ебал зашел дед что там у тебя маякует чуешь и скачь ну да только захотел здесь качь цвета музыка осталось не видишь то не вижу слышишь ты спросила я объясняю может вопрос интересный хороший человек сейчас попался из питера криворожица с питера так сказать правильно понятно о чем беседу еще восемнадцатом свалил ой ну рассказывал как он пристроился как живет ипотеку будет брать материнский капитал получили ну все то что все плюшки которые есть в россии он счастлив довольны такое позитивчик молодец молодец самой нравится я тоже ему сказал респект тебе уважуха молодой человек вели дальше получать жилье хоть и материнский капитал это зло лучше бы платили по месячные за добросовестное воспитание помесячно платят а как лично это само собой дело в том россии платят коматеринский капитал а помесячные то само знаю еще вот лучше платили много помесячного материнский там не платили потому что материнский капитал то разовое настоящее от купить себе жилье автомобиль на обучение ребенка это сумма она общее я понимаю это очень полезно я вам объеду смотря для кого это единоразовое вложение каждый месяц переживания никаких я в курсе у меня юридическое образование второе я вам объясняю что материнский капитал зло потому что мотивирует и люмпинизированный контингент на не поэтому в европе и нет его до на неадекватную репродукцию чтоб не злились люди без денег нет денег нет зла пусть мирно живут радиаты бросят ребенка деньги получит вот в этом зло сделай вид что я их в общем-то всех и назвали русские потому что это глагол русский это какой чей отвечает их в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо они же передали в 1922 году в Воронежской области а в 22 году Левская область где была в Австро-Венгрии уровень интеллекта у Миколы Рушницы на самом деле это Геннадий Хазан по-моему как его фамилия это уровень интеллекта креветки из Озовского моря хорош а вы не знаете здесь как уровень 60 километров от кордона с Польщею ага как вы думаете какая это может быть область Сумска вау Сумска область смежуя с Польщею вы смеетеся без лишнего шума узнай кто сейчас здесь стримит Зарабян первый секретарь Армении первый секретарь обкомов Камчатского Белгородского и Волынского Воробьев из Краснодара приедет завтра ага вот с ним и Зарабянов завтра совместно не надо испытывать наше терпение на любой выбор У нас есть достойный ответ вплоть до самых крайних мер и я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами от Хайкова до Гиева 480 километров а до границы с Россией 40 давай давай ситрона огромная давай нагмерный бой ты на жизнь красивой немною не обращивайся мой но ты мне улица родная и в непогоду дорога давай давай ты